Стиль был очень популярен в конце XIX века. Вот здание исторического музея, здание Гума. Вот это всё, так сказать, сделано в этом стиле. Одноэтажное деревянное здание с мезонином расположено на месте, обветшавшей Аксаковской бани, к северу от усадебного дома. Крыльцо с южной стороны ведёт в сени, которые соединяются с двумя небольшими комнатами. Ну, посмотрите на эти замечательные абажурчики с совами. Вот совы здесь не случайны. Дело в том, что когда мамы-то впервые приехали в усадьбу, то на этом месте они обнаружили гнездо сов. И вот как бы в память об этом Елена Дмитриевна Поленова делает абажурчики с фигурками сов. Всё здесь символично, всё здесь имеет значение. Ну и вот тоже керамический портрет совы. Ну, а это то, что я вам говорила. Это кусочек интерьера крестьянской избы. Ну, конечно, богатой крестьянской избы. Вот обратите внимание на этот замечательный буфет. Вот как всё тут тоже красиво вырезано. На полочки, на стены с набойкой, на этот стол вырезанный. И здесь пахнет деревом. Пахнет деревом, да. Пахнет деревом. Да, да. Потому что, ну, это деревянный дом. Вторая комната посвящена Елене Дмитриевне Поленовой, сестре известного художника. Елена Дмитриевна очень много работала в столярной мастерской. А ещё одним её серьёзным увлечением было создание иллюстраций к детским сказкам. Вот здесь некоторые из них, вы видите, сынка Филиппка, война грибов, белая уточка. Причём она не только делала картинку, она и текст особенным таким в русском стиле писала эти буквы. И я должна сказать, насколько это была кропотливая работа. Тогда не было цветных иллюстраций. И она, когда книжки выходили, она собственноручно каждую книжку, каждую картинку раскрашивала. То есть вот настолько это была очень кропотливая работа. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Бобранцево всё располагало к творчеству. И радушие хозяев, и как будто специально созданная для этого атмосфера. И, конечно же, удивительная русская природа. Беседка, получившая за свой сказочный вид название «Избушка на курьих ножках», построена в 1883 году по проекту Васнецова. В её основе сруб, сложенный из толстых брёвен, опирающийся на пни. С севера к срубу примыкают сени на столбах, крытой соломой, а с юга – небольшой балкончик. Стилизованные изображения совы и летучей мыши, украшающие фронтон избушки, позднее стали популярными декоративными мотивами в русском модерне. Художественная жизнь Абрамцева – это с определённой точки зрения история формирования неорусского стиля, особой грани модерна. Абрамцевский кружок никогда не имел ни своего устава, ни какой-либо заранее сформулированной программы. Красота – польза и польза – красоты. Такими двумя взаимосвязанными понятиями можно было бы условно определить ту домашнюю эстетику, которая складывалась в духовной атмосфере усадьбы. Но, увы, в 1899 году Савва Мамонтов был арестован по обвинению в финансовых злоупотреблениях и несколько месяцев провёл в тюрьме. На следующий год он был оправдан судом присяжных, но полностью разорён. Московский дом, опечатанный после ареста Мамонтова и хранившаяся в нём коллекция художественных произведений, были проданы на аукционе для уплаты долгов. Абрамцева, переписанная в 1880 году на Елену Мамонтову, удалось сохранить. С тех пор минуло столько лет, что здесь всё могло измениться, но Абрамцева уникальна своей самобытностью. И, как и прежде, здешние места вдохновляют художников и поэтов. Вы смотрели программу «Историю садеб». Осваивайте новые маршруты вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok